так всем привет я тут сегодня пятница я если честно не ставила телефон на держатель в общем показывать много нечего я продолжаю вязать дракона этот дракон у меня просто долговяз из долговязов я уже его вижу третьи сутки никогда долго я так не делала игрушки такие маленькие обычно за день я справляюсь вот в общем мне осталось она ножка еще одна готова вот ножка для него вот такая значит сегодня думаю что я его закончу но вчера я закончила мишку и экстренно его отправила поэтому чуть-чуть попозже после этого кусочка я вам вставлю видео значит я вязала из одели валерии мишку у меня ушло 20 грамм 31 грамм осталось осмоточка там на точке по 50 грамм вязала крючком номер один с половиной вот так что мне хватит еще с этого моточка еще на домой мишку и может быть даже останется на мишку панду вот и еще хотела показать вам игольницу хотела показать как я придумала чтобы орешек этот не переворачивался это игольницу мне в подарок прислала кристина которая присылала орешки для дракош вот значит игольница я сюда ставил вот эти иголочки которые две иголки которыми я работаю ртон тоненькие иголочка для глазок я делаю ниточкой потолще чтобы были глазки более выразительные вот тут грибочки которые сама кристина делала и снизу я приклеила вот таким вот образом пуговицу и теперь у меня игольница это стоит очень устойчиво все замечательно так что если у вас есть вдруг орешки можете покрасить акриловой краской какой-нибудь внутри здесь сваленная шерсть вот и вот такая вот симпатичная игольница миниатюрная супер идея вот такая у меня красота теперь стоит на рабочем столе вот в общем показываю вам мишку от мишки я в восторге он получился очень подвижный там получается я когда шплинты закручивала вышел такой небольшой косяк я закрутила их в одну сторону два шплинта и за счет этого голова стала знаете такая как на о-образных шплинтах я сначала думала что это как-то будет плохо может там ну не знаю как-нибудь повлияет что я так раньше не делала но нет голова отлично держится и руки-ноги тоже получились достаточно подвижные руки я вообще не набивала и напомню что этот мишка связан по моему мастер-классу мишки там голова вяжется сверху вниз мордочка вывязывается по ходу по ходу вязания вот и на этого мишку этот мишка будет участвовать в марафоне уши лапы хвост я уже по моему прожужжала все вам уши но мало ли кто-то не смотрел до этого видео потому что находятся люди то с каждым постом с каждой story с каждое видео кто спрашивает как в этот марафон подсоединиться какие условия марафон абсолютно бесплатный там нужно подписаться на 12 человек это 6 мастеров которые сделали бесплатный мастер дали вам в доступ свои платные мастер-классы и 6 подарков будет но это для тех участников то свяжет 4 больше игрушек марафон длительный мишку моего будем вязать в середине сентября если я не ошибаюсь там 14 или 15 сентября поэтому до этого момента еще очень куча просто времени марафон очень длительный а на каждую и на каждую игрушку отдается там по восемь дней на каждый этап может даже больше в общем да по восемь дней по моему в общем очень очень длительный марафон приглашаю еще присоединиться пока еще не поздно вот даже несмотря на то что марафон начался группа там уже закрыта но они туда принимает без проблем мы только надо выполнить все условия все увидимся с вами завтра надеюсь что покажу вам готового дракошу уже вот посмотрим как он помещается в орешке больше наверное ничего не успею сделать все увидимся с вами завтра привет сегодня пятница я снова снимаю с руки пробую открыть довязала я дракошу так долго я драконов конечно не вязала целых трое суток получается он у меня рождался очень долго то ли я подустала драконов то ли что непонятно в общем он долго рождался я его украсила акриловой краской по ткани серебристого цвета ушки получается не сильно наверное видно что она серебристая хотя может передается лапки контур крыльев вот и хвостик немножко думала может быть сделать рожки но передумала еще делала ротик немножко там серебристого есть чтобы сделать такой не явный прям рот что там есть просто как акцент такой небольшой маленький акцент вот в общем такой малыш получился я вам ставлю в это видео вот после этого кусочка я его сделала небольшое видео как он помещается в орешки это к вопросу о том что вот эти орешки от кристины мои дракоши туда помещаются с легкостью вот потому что даже одна переживала говорила что какая-то партия получилась маленьких орешков и девочки говорили что игрушки туда не помещаются но нет у меня все помещается все отлично так значит этот ракош я его закрываю потому что на него липнет всякая мусоринки волосинки все на него липнет поэтому я его убираю сразу в коробочку и тут я работаю еще над одним дракошей пока что это голова сейчас буду вышивать пробки вот и буду делать такого дракошу малыш получается даже иголка осталось подумала что пока есть шанс пять минут подключиться вот надо ловить момент крылья вторым цветом будет вот такой вот цвет более темный такого дракошу я уже делала по моему если честно я просто уже забываю каких оттенков я делала до этого драконов приблизительный цвет мулины беру потому что очень очень много разных оттенков и запомнить записывать номера мне на самом деле лениво где-то их подписывать это надо как-то организовывать я работаю одна получается что с каждым днем там на одного-два человека становится больше и нужно общаться в инстаграме сейчас марафон идет и нужно и youtube и магазин как-то поддерживать смотреть там если пишут в общем меня на все не хватает наверное поэтому дракона я так долго вязала я немножко выдохлась вот надеюсь что пройдет все в общем буду продолжать работать работу буду вязать дракошу но желание нет вообще я понимаю что это нужно делать но не хочу вот ладненько сегодня пятница видео это не выйдет на следующей неделе поснимаю что-нибудь наберется там тогда выпущу всем хорошие выходных которые уже пройдут когда вы будете смотреть это видео ладненько до встречи так Еще пятница. Я закончила дракошу. Удивительно, что я его закончила за сутки. Вчера начала. Вечером. Такой он у меня получился. Тонировка самая обыкновенная. Ушки, лапки, ротик. Я всем теперь дракошам делаю красным цветом. Моя фирменная салфеточка, которая всем нравится. Я очень рада, что вам понравилось. Вот. Такой дракошек получился. С очень подвижными ручками, ножками. И голова у него такая качается совсем. Мне нравится, когда они такие подвижные. Сегодня мне отписалась Оксана. Я же ей отправляла подарочек. Помните, подарок я показывала? Она мне прислала пряжу Аделия Валерии. И я связала из этой пряжи мишку. Так вот, мишку я отправила Оксанке. Я оставлю вам ссылочку. Если что, проходите под видео. Там будет ссылочка на Оксану. Так у меня телефон ускальзывает. Сейчас поставлю, чтобы не тресли все руки. Вот. В общем, я очень рада, что ей понравилось. Я очень хотела, чтобы чтобы она оценила мои игрушки. Это такое чувство, когда ты делаешь, тебе вроде нравится игрушка, а потом ты смотришь с позиции... Так, дочка пришла. Избила меня. Так вот, иногда я начинаю на свои игрушки смотреть с позиции тех людей, которые... Не понимают, что это такое. Ну, как бы, это смотрит на изделия ручной работы, какие-то, ну, тем более игрушки, да, которые... В принципе, если подумать, это вообще бесполезная вещь. Просто мы наделяем эти вещи какими-то свойствами такими, как приносит удачу, какой-то талисман, какой-то знак памяти, еще что-то. Передаем эти эмоции. То есть это мы, как мастера, как те, кто покупает, мы оживляем игрушки. А есть люди, которые просто смотрят это как на обычный камень какой-то, да, и не придают этому никакого значения. И каждый раз, когда я делаю игрушку, у меня остается такое немножко внутри чувство, что ее не оценят, на нее посмотрят как на самый обычный камень, который валяется на дороге, и подумают, зачем я вообще потратила эти деньги, либо если подарок, его куда-нибудь забросят, не знаю, в дальний ящик какой-нибудь, или вообще выбросят, да, как часто девочки боятся дарить что-то, какие-то изделия ручной работы, потому что думаю, что они будут пылиться на полке, и многие просто перестают делать подарки. В общем, да, это, я всегда переживаю, когда делаю игрушки, и когда начинала их делать, я их просто дарила своим родственникам, я вообще боялась их выставлять. Потом так на бум попробовала выставить магазин просто у знакомой, которая потом меня киданула. Эту историю мы пережили. И до сих пор, сколько вот времени прошло, эти игрушки я начала вязать до 2017 года. Вот уже три года я вяжу игрушки, и вот это вот чувство трепета, страха, оно не проходит и до сих пор. Мне до сих пор очень, я очень переживаю, вот. И я рада, что Оксана оценила. Ну, если честно, конечно, мастер мастера всегда оценит. Это не какой-то случайный человек, который не понимает в этом ничего. Тот человек, который сам вяжет игрушки, он всегда оценит работу по достоинству. Вот. Ну, в общем, я рада, что ей понравилось. На этом все. Увидимся. Не знаю, куда. Попозже. Ох, я не знаю, насколько вам будет нравиться этот формат постоянный, когда я так показываю. Но пока я хочу снимать так, потом, может быть, что-нибудь придумаю по-другому. Не было у меня настроения с утра, но включила YouTube, увидела видео Оксанки. Начала смотреть, пока, думаю, там девчонки затихарились. Решила, надо ловить момент и заснять готовую работу. Вот такой дракошек у меня готов. И что это у него из-за волосня тут вылезла. Надо немного его подстричь. Такой дракошек родился у меня достаточно быстро. Сейчас вам покажу. Ну, переносимся на другую часть моего стола. И смотрите, кто у меня тут появляется. Посмотрите, какая бусечка. Какая маленькая прелесть. Оксан, это дружочек. Дружочек тому мишку. Мне кажется, что этот получается чуть меньше. Так, фокус чуть теряется. Потому что он такой ворсистый, наверное, и фокус не может словиться на более четких деталях. Вот такой малыш. И у меня осталось вот столько пряжи. Здесь, наверное, грамм 10. Я, кстати, сейчас пойду взвешу. У меня остались здесь ручки. Сейчас я их буду делать. Вот. Хвостик буду делать. Тоже осталась вот ниточка. Я, кстати, в этом мастер-классе показываю, как я обычно делаю игрушки, чтобы было минимально вот это вот, знаете, пришивать какие-то детали, использовать дополнительные иголочки. Постоянно вдевать для каждой детали нитку в иголку. То есть я настолько минимизировала вот эту вот часть, когда нужно продеть нитку в иголку. И что, ну, это достаточно не напрягает меня сейчас. Раньше я просто ненавидела эту процедуру. Сейчас все отлично. И да, кстати, меня спрашивали под видео там, где я прошивала волосы кукле. Что там за инструмент такой? Я его, наверное, убрала для новой гольницы. Вот он лежит. Сейчас покажу вам его поближе. Вот такая штучка. Значит, это нитка-обдеватель. Он есть большой. Вот можно для иголочки большой использовать. И маленький. Так, этот нитка-обдеватель я покупала на Алиэкспресс. И приходил он у меня 10 штук, по-моему. Я все их раздарила. Вот маме, там папе отвезла, подружкам подарила. Вещь удобная. Ну, у меня осталось, наверное, 2-3 штучки. Везде валяются, даже не помню где. На самом деле, вот эта перестановка, которая... Давайте я вам покажу, какой у меня тут бардак перенесемся. Надеюсь, что у вас там головокружения не будет, что мы так по кругу. В общем, сейчас у меня здесь, на самом деле, черт голову сломит. Потому что, что где лежит, я не могу вспомнить. Мне тут надо было найти мои визитки. В итоге я их просто не нашла. Вот, нашла только сегодня, совершенно случайно. Так. В общем, сейчас здесь какой-то кошмар. Основная моя рабочая полочка, это вот эта вот. Там у меня основные инструменты. Также я пользуюсь вот этими двумя полочками. Там краски и ниточки. Ой, ниточки вот здесь вот мулине. Ну, в общем, основные полки, получается, вот здесь вот прям под боком. Все остальное я очень редко этим пользуюсь. Не знаю, наверное, все-таки стоит мне перебрать. Видите, очень много. Да, кстати, Оксанка, вот видишь, твоя лаванда тут стоит. Почему-то цвет не передается. Она более насыщенная, ароматная. Вот, стоит здесь, отпугивает моль. Поставила здесь свои сувениры. Хотела бы еще поставить, наверное, куколки Блайз. Но пока думаю. Пока они у меня лежат. Принтер еще не открывала, не работала. Вот. В общем, вот такие вот у меня делишки. И, наверное, на этом я буду заканчивать этот кусочек влога. Еще раз вам покажу мишку. Вот. Напишите, нормально ли вам такой формат видео, когда не просто руки в кадре, когда я снимаю. Не сильно ли, кстати, трясется видео. Вот. Вот. Чтоб я не переживала. В общем, я жду от вас обратную связь. Надеюсь, вы мне ее дадите. Но, в любом случае, даже если вам не нравится такой формат видео, пока в ближайшее время будет именно он. А потом я просто услышу ваши пожелания и постараюсь поменять. Так, у меня там уже сообщения пишутся. Все, ладненько. Увидимся с вами в новом видео. Спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. До новых встреч и пока-пока.